Обветшалые стены, разваливающиеся крыши и деревянные ставни без окон. В таких условиях 14 семей ютились в течение 16 лет. В заброшенную постройку инвалидов, матерей, одиночек и детей когда-то поселили чиновники как бездомных. Но даже такое пристанище их устраивало, а теперь они могут остаться без крова. Я живу здесь с 2010 года, и я и супруга являемся инвалидами второй группы. Две недели назад приехал Аким и сказал, что скоро нас выселят. Куда мы отправимся и где будем жить, неизвестно. Сейчас даже уголь не можем купить, так как не знаем, сколько времени здесь пробудем. Восемь семей готовятся к переезду. Местные власти нашли для них пристанище, а вот оставшимся шести семьям квартир не хватило. Им остается лишь гадать, что же делать дальше и куда податься. На основе государственного частного партнерства здание пройдет капитальный ремонт и будет функционировать как детский сад. А оставшиеся шесть семей на улице не останутся. На данный момент мы рассматриваем для них временное жилье. Практически все они стоят в очереди на получение жилища. И со временем они его получат. Чиновник рассказал, что по плану в следующем году начнется строительство дома на 40 семей, а в очереди на жилье стоят около 800 человек.